Совсем скоро к телевизорам приедут любители фигурного катания. Первый канал будет показывать этап гран-при по фигурному катанию. Почему соревнования в Канаде нельзя пропустить? В борьбу вступят наши чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Этот старт первый крупный после Олимпиады, где золотую медаль завоевала Алина Загитова. Не стоит напоминать, что она и Медведева сейчас две самые яркие звезды. Загитова выступит на следующем этапе гран-при в начале ноября в Финляндии. Ну а сейчас, конечно, Канада и Евгения Медведева. Эксклюзивное интервью для Первого канала взяла Наталья Люблинская. Вот он, красный канадский клён. Евгения Медведева согласилась не просто дать интервью. Она покажет свою Канаду жить на льду и за его пределами. Так, что это у нас? Кленовый сироп. Я, честно говоря, не фанатка, мне больше мед нравится. Ещё в России она гадала. Взять с собой в Канаду ту же гречку. Резко менять рацион спортсмена опасно. Я на самом деле боялась, что продукты будут здесь непривычные. Ну вот, как видите, здесь всё в порядке. Её новый дом – частный спортивный клуб в пригороде Торонто. Здесь она тренируется с чемпионами из разных стран. Среди флагов, что украшают лёд, на этой неделе появился российский триколор. Наш флаг. Поэтому теперь у нас вот висит. Наконец-таки очень давно ждала, очень хотелось. Впереди первый официальный турнир после Олимпиады в Корее. Восемь месяцев Медведева отсутствовала. Восстанавливалась, приходила в форму, осваивала секреты канадской школы. Новый тренер Брайан Орцер начал с того, что изменил ей технику скольжения. Хорошие хоккеисты, присмотритесь, они в повороты вот так входят, они валятся на бок. Буквально продавливают лёд своим весом и скользят. Вот такое вот у нас вот. Вот, вот такое вот. Что это? Никто не понимает с первого раза, что кто это, поэтому спрашивают, что это. Канадская порода лысых морских свинок. В гостях у Медведевой первая съёмочная группа. И на свинках сюрпризы не заканчиваются. Пряжа и крючок. В последнее время я стала очень много вязать. Это вот такая варежка будет. Вот такая вот варежка, у которой верхняя часть открывается. Сейчас взялась за варежки. Это подарок, говорит, монотонное занятие помогает отвлечься уйти в себя. За день накапливается очень много эмоций и порой негативных эмоций. Тишина, спокойствие и вот некое даже одиночество. Вот в конце дня на протяжении там вот пары часов на меня действует как-то очищающе, что ли. Медведева не зря говорит про эмоциональный фон. Решение тренироваться в Канаде разделило армию поклонников. Одни ее поддерживают и превозносят, другие недовольны ее отъездом. Наверное, вот эта вся ситуация с негативом в мою сторону мне тоже помогла вырасти как-то, как личность. Повзрослее. Повзрослее, да. Это нормально, что люди судят так. Иногда предвзятое. Мы все такие. Смотреть на ситуацию не то, чтобы свысока, со стороны. Вот чему научилась 18-летняя фигуристка. Каждый шаг, каждое слово, который обсуждают по обе стороны океана. Предстоящий турнир станет заявкой на весь нынешний сезон, который или заставит умолкнуть злые языки, или признать. Переход от Тутберидзе Корсеру стал неоправданным риском. Сезон «Вызов» – это громко сказано, конечно, но то, что этот сезон будет для меня, возможно, самым необычным в карьере – это 100%. Эффекта возвращения у Медведевой на лед добавят костюмы специально в гран-при. Изготовили новые для короткой программы и произвольной, а еще на стороне фигуристки. Я бы сказал, скорость, желание доказать что-то, и артистизм. Его сейчас стало меньше, но я бы хотел это усилить. Женя – удивительный рассказчик, ее выступление захватывает. Вставки сделаны, коньки заточены, чемоданы с новыми нарядами собраны. Остался короткий перелет до канадского Монреаля. Я знаю, что будет очень много фанатов фигурного катания, и жду поддержки очень большой. И словно по щелчку Евгения Медведева уходит в себя. Все закрылось. До первых стартов она больше не скажет ни слова. Достанет крючок, пряжу и останется наедине со своими мыслями. Наталья Люблинская, Илья Марина, Ольга Черносвитова, Наталья Родионова. Первый канал. Торонто. Монреаль.